Некоторым развитием критерия Эйлина является так называемая формула Гаусса, критерий Гаусса. Хотя, господа, перед тем, как переходить к Гауссу, давайте я запишу слово Гауссу в качестве цели, чтобы не запустить, что мы это должны сделать. А здесь я напишу слово Гауссу. Вот. Дело в том, что уже эта формула настолько замечательна, что позволяет получить некоторые кривиальные вещи. Казалось бы, я почти еще ничего не сделал. Но смотрите, подставляю вместо А минус единица. Что у меня получается? У меня получается минус единица. Вот только вопрос, как производить себя в степени В-1 пополам. Есть, на самом деле, два варианта. Есть вариант, что В это 4Н плюс 1. И другой вариант, В это число вида 4Н плюс 2. Вот давайте я здесь напишу одно подчисление, а здесь напишу другое. Значит, здесь 4Н плюс 1 минус 1 пополам. Так, 1 минус 1 это 0, это 2Н плюс 1. Здесь пошел писать. Минус единица В это минус 1 в степени 4Н плюс 3 минус 1 пополам. Господа, минус 1 в 2Н плюс 1 в степени, это минус единица. Получается, что если у нас число дает остаток 1 поделение 4, то минус единица является квадратичным вычетом. То есть, такое сравнение возможно. А что такое сравнение? Это значит, А квадрат плюс 1 делится на 5. Господа, обратите внимание. Многие из вас сейчас слушают вычет, не вычет, и не очень понимают, какое это имеет отношение к реальной инвестивности. А вот такое. Мы сейчас изучаем делители выражения вида А квадрат плюс 1. То есть, мы берем многочлен. Многочлен, ну, один из самых простых, как он бывает. А квадрат плюс 1. И задаем себе такой вопрос. На какие простые числа этот самый многочлен, вернее, его значение в целых точках, могут делиться? Ну, понятно, что на 2 делиться может, это есть А равно единице. А вот я только что объяснил, что на 3 делиться не может. Понятно, почему? Потому что 3 это простое число, это 4 от плюс 3. А значит, минус 1 по 3, этот символ, это минус единица. Значит, никогда на 3 делиться не будет. Между прочим, и на 7 никогда не разделится, и вообще ни на какое простое число вида 4 от плюс 3 тоже никогда не разделится. И наоборот, на любое простое число, которое дает остаток 1, при делении 4 разделится. Между прочим, на той лекции, которая была посвящена простым числом, я этот факт доказал, как вы помните, совсем другим способом, но тем не менее, этот факт у нас был доказан, и вот сегодня это просто... Мне кажется, что это доказательство даже более простое, потому что оно, понимаете, оно естественное. Мы начали изучать эти самые символы, и вдруг вот сразу вместо А подставили минус единицу у нас получилось. Хорошо, теперь следующий вопрос. А давайте попытаемся каким же образом при помощи критерия Эйлера найти символ 2 попы. Кстати, понятно, почему я хочу это делать? Потому что вот эта моя задача, это на самом деле 2000... Кстати, два нолика можно убрать, потому что, ну, 100 это неинтересно. Значит, остается 20. А нет, 20 это... 20 это 4х5. На самом деле здесь нужно быть с пятеркой разбираться. Вот этот символ, это то же самое, что 5 по 2017, да? Да, здесь не поможет, не поможет. Но все равно, 2 по П это интереснейшая штука. Узнать, бывает ли, что А2 сравнилось с двойки, это же на самом деле то же самое, что А2 минус 2 делится на П. Вот для каких простых чисел бывает, что А2 минус 2 на него делится, а для каких не бывает. Давайте попытаемся вычислить этот самый символ 2 по П при помощи нашей формы. Поехали. 2 степени П минус 1 пола. Как начали, так и, извините, остановились. Абсолютно непонятно. Каким образом мы можем возводить двойку в большую, и, если честно, абсолютно непонятно в степени. Надо корень из двойки вводить на П. Корень из двойки, молодец. Надо корень из двойки возводить в П минус 1 степень. А почему удобно возводить корень из двойки в П минус 1? Потому что в П-ту степень возводить – это вообще счастье. Понятно, да? В П-ту степень, в П-ту степень – это счастье. Ребята, мы должны научиться извлекать корень из двойки. А, слушайте, если мы сможем здесь корень из двойки, то это значит, что еще нечем. Вот-вот-вот. А как? Я про это и говорю. Что значит корень из двойки? Корень из двойки – это сторона квадрата 1 на 1. Ой, диагональ. Лучше всего на роль корня из двух претендует в число 1 в пустыне. Помните, я в начале сегодняшней лекции обещал, что я по поводу дела расскажу вам еще и комплексных числах. Обещал? Обещал? Дело в том, что без них здесь никак. Если я хочу найти методом Эйлера эту самую штуку, я должен как-то нарисовать вам корень из двух. Корень из двух – это равноведренный прямоугольный треугольник. Значит, я должен написать, как вы видите, как 1 плюс. Господа, долго я сейчас рассказывать не буду, потому что это чуть-чуть другая история, что называется. Я просто объясню следующее. По определению число, возведенное в квадрат, это минус 1. Проще всего себе диаметрически представлять так, что перемножение комплексных чисел – это поворотная гомотетия. То есть у каждого комплексного числа, вот давайте я ставлю просто предбольную точку, у каждого комплексного числа есть модуль, это расстояние от начала когда до этого числа. Есть аргументы. Вот еще раз, длина вот этого отрезка – это модуль, величина вот этого угла – это аргументы. Умножение на комплексное число устроено так. Вы берете футболкость, поворачиваете ее против часовой стрелки ровно на этот угол, и в ровно в столько раз все растет. Соответственно, если у вас есть какое-нибудь другое комплексное число, вот это одно комплексное число, это комплексное число z2, вас интересует, что такое z1 плюс z2. Очень просто. По правилу полилограмма взялись сложили. Вот это z1 плюс z2. Вас интересует, что такое умножить z1 на z2. Ну, замечательно. Надо взять аргументы, аргумент z1, аргумент z2, сложить, а модули перемножить. В общем-то, ребята, я потом чуть-чуть объясню это все подробнее. Дело в том, что сейчас, пока, мне ничего вот этого не нужно. Вот эту картинку я в леве не сотру, поскольку я хочу сейчас, чтобы у нас хоть разговор шел о кандартичных вычетах, а, ну, так сказать, про комплексное число потом подробнее, там, и про корни из единицы, и так далее, потом все это обсудим. Но сейчас реально есть такое число, которое в квадрате равняется минус единице. Пусть число p, например, имеет вид 8n плюс 1. Если честно, потом нужно будет разобрать ситуацию 8n плюс 3, 8n плюс 5 и 8n плюс 7. То есть остатки отделения нечетного числа 1,8 это единица, тройка, пятерка или семерка. Это четыре разных случая. Пусть начнем с того, что число p имеет вид 8n плюс 1. Отлично. Мне нужно по критерию лейтера, если я считаю силу лейтера 2 по p, мне нужно возвести это. Замечательно. Для этого я должен сейчас как-то представить симпатичным образом фольта. Замечательно. Пишу 1 плюс i в квадрате. Это по формуле a плюс b в квадрате значит а квадрат плюс 2b плюс 2 квадрате. Значит будет весить i в квадрате, да? i в квадрате это минус единица. То есть это будет 1 плюс 2i минус 1. То есть это 2i. Замечательно. Заметьте, кстати, в любом случае, какое бы при ни было, это все равно 2i. Почему это мне интересно? А потому что я сейчас там, где 2, напишу следующую штуку. Я напишу, что это есть 2i умножить на минус i. Пожалуйста, сейчас следите за руками, потому что это, на самом деле, несложное. Но это важно. Почему это правда? Потому что i умножить на i это минус 1. Минус 1 на минус 1 это что? Это 1. Это 1. Так, опять-таки, до этого места я еще не пользовался тем, что v это 8r плюс 1. Сейчас, к сожалению, уже нужно пользоваться. Сейчас я пишу следующую вещь. Значит, 2i, да? Я пишу 2i. А нет, еще нет, еще нет, 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 нет. Еще могу продолжать. Это 1 плюс i в степени p-1, правильно? Умножить на минус i в степени p-1 пополам. Так, господа, осталось чуть-чуть. Я должен научиться возводить в p-1 степени число 1 плюс i. Пока еще не пользуюсь тем, что p это 8r плюс z. Так, пишу. 1 плюс i в p-1 степени. Это 1 плюс i в этой степени разделить на 1 плюс i. А вот сейчас надо вспомнить важнейшие свойства треугольника паскалин. Помните треугольник паскалин? 1, 1, 1. 1, 2, 1. Помните? 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Как мы сейчас... Мы сейчас должны степени возводить. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, господа, все числа в третьей строке, кроме крайних единиц, делятся на 3. Все числа в пятой строке, кроме крайних единиц, делятся на 5. Значит, объясняю. Когда вы возводите в p-1 степени, то у вас же здесь такая ситуация. Число сочетания из p по единице, число сочетания из p по 2, число сочетания из p по 3 умножить на i в кубе и так далее, и так далее, и так далее. Господа, ну и в конце будет число сочетания из p по p, это единица, да, умножить на i в кубе. Господа, у нас же будет все промежуточные штуки. У нас будет число сочетания из p по какому-то другому числу. Но когда вы берете число сочетания из p по k, где k больше или равно единице, и меньше или равно p-1, да? То есть k больше 0, и меньше, чем p. То это, как известно, p факториал делится на p. Разделить на k факториал, который на p не делится. И разделить на p минус k факториал, который на p тоже не делится. То есть все промежуточные число сочетаний делятся на p. Господа, я сейчас могу писать совершенно замечательную вещь. Этот самый мой символ. Да, и вот еще я пока не пользовался тем, что p и до 8-н-н-н-н-н. Мой символ 2p позволяет выбросить все вот эти промежуточные слагаемые, оставить только первые и последние. Это получается 1 плюс i в степени p. В знаменателе 1 плюс i. Отлично. И еще никуда не денешься. Вот эта штука. Минус i в степени p-н-н-н-н-н-н. Минус i в степени p-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н. Замечательно. Вот теперь уже нужно пользоваться тем, что p и до 8-н-н-н-н-н. Пишем. Единица плюс... Вот если так считаешь, минус i в степени 8n пополам это 4n. Так, значит, что здесь? Здесь вообще-то i в четвертой степени это уже единица. Поэтому здесь будет просто 1 плюс и сократиться. Я уже говорю, это 1. Хорошо. Теперь также бодрее рассчитаем, когда это имеет вид 8n плюс 3. Немножко хуже. Значит, здесь будет у нас 4n плюс 1. Значит, господа, смотрите, i в степени 8n исчезает. i в кубе это на самом деле i в квадрате минус 1. i в кубе это будет минус 1. Получается так. Получается 1 минус i делишь на 1 плюс i. И все это еще умножаешь на минус i. Давайте смотрим, что это такое. Когда умножаешь на i, число 1 минус i. Получается i минус i в квадрате. То есть получается 1 плюс i. Из квадрата, а не делится. Еще раз. i умножить на 1 минус i, это в точности i плюс 1. Поэтому получается минус 1. Мне, собственно говоря, осталось провести всего еще две строки вычисления. Нужно переписать эту формулу. Вместо 8n плюс 1 написать 8n плюс 5. Итак, значит, 1 плюс i здесь умножить на минус i в степени 4n плюс 2. i в четвертой степени это единица. Поэтому это будет просто 1 плюс 1 делить на 1 плюс i. Так, значит, i в четвертой степени это единица. Поэтому это будет минус i в квадрате. Минус i в квадрате это минус 1. И последняя строчка. Единица плюс i в степени 8n плюс 7. Приведу, обратите внимание, это просто такое вычисление. Потому что, по сути, я уже все сделал. И мне нужно просто сейчас в каждом из четырех конкретных случаев получить ответ. Значит, i в седьмой степени это i в четвертой умножить на i в кубе. То есть здесь будет на самом деле 1 минус i. Здесь обинателен будет 1 плюс. i в четвертой это единица. Значит, это будет минус i в кубе. Ну, замечательно. Минус i в кубе это на самом деле у нас что такое? 1 в кубе это минус i. Минус 1 в кубе это минус i. Значит, это i. Когда i умножаешь на 1 минус i, получаешь i плюс 1. Господа, это единица. Это единица. О том, что а по p минус 1 по p минус 1 по p, это называется первое дополнение к квадратичному закону взаимности. То, что мы сейчас сами сделали, называется второе дополнение к квадратичному закону взаимности. Ну, к счастью, других дополнений к нему нет. Итак, одну формулу мы с вами поняли. Это минус 1 по p. Минус 1 по p это, как помните, прямо по критерию рейлера, минус 1 в степени в p минус 1 по полу. Вот, и второе дополнение хитрее. Что такое 2 по p? Это единица, если p сравнимо с плюс-минус единицей по модулю 8. И минус единица, если p сравнимо с плюс-минус тремя по модулю 8. Если у нас есть простое число p, то если оно дает остаток 1 или 7, то двойка является квадратичным вычетом. Если оно дает остаток 3 или 5, то двойка является квадратичным необычным. Разумно разобрались полностью со случаем двойки. Что теперь надо сделать? Да, минус единица по p я обучил. У вас двойку по p я обучил. Да. Да, это будет не плюс.